доброго дня всем моим зрителям сегодня я бы хотела показать вам простую юбку с запахом из искусственного шелка которую шила для подружки эта юбка из себя представляет если говорить грубо прямоугольник с завязками этот прямоугольник мы оборачиваем вокруг талии и закрепляем завязками чтобы он не свалился но это конечно грубо на самом деле юбка имеет заднее полотнище 2 передних полотнища на задних полотнищах даже есть вытачки и как вы можете видеть она у меня расклешенная благодаря конструкции прямоугольник завязками эту юбку можно носить девушкам разных размеров можно обернуть вокруг талии 42 размера также можно обернуть вокруг талии 46 и я думаю даже 48 размера это позволяет сделать глубина запаха просто в сорок шестом и сорок восьмом возможно запах будет чуть более не скромный как я шила эту юбку хочу вам сейчас показать доброго дня всем моим зрителям сегодня я бы хотела вместе с вами начать шить юбку с запахом для выкройки этой юбки я возьму журнал бурда 2 2018 и здесь у нас есть платье с запахом оно такое достаточно простое мне от него нужна только нижняя часть сама юбка у этой юбки будет три детали это заднее полотнище со сгибом и две детали переднего полотнища юбки с запахом при всей своей кажущейся простоте я тут еще выкройку обладают некоторыми особенностями на что я обращаю внимание в данном случае запах бывает имитацией бывает настоящим и вот в моем случае запах будет как бы имитация то есть юбка под запахом будет цельной то есть переднее и заднее полотнище будут полноценными не усеченными как это иногда бывает у юбок с запахом а вот эта верхняя деталь дополнительная 3 она будет просто сверху для красоты но чтобы все-таки создалась иллюзия запаха чтобы сохранить этот эту изюминку я не буду прошивать вот этот вот боковой шов а просто подошью пуговку сверху вот там чтобы детали скреплялись таким образом левое переднее полотнище хорошо заходила и закрывала ноги а полностью да там при движении чтобы они не сильно не распахивалась но при этом все-таки при движении будет видно что это юбка запах вот такая вот сложная история просто иногда а такие юбки с запахом делаются так что вот это вот верхняя часть она выкраивается дважды она становится нижней и собственно верхней но поскольку она у нас не полностью юбка только ее часть то при движении бывает что слишком сильно открывается открываются ноги ну и как бы не всем это нужно поэтому моя юбка будет чуть более закрытой это выкройка платье но от нее я беру только юбку это деталь номер 3 вот эта задняя деталь а также деталь 11 видите это полностью переднее полотнище юбки и вот эта деталь номер 8 эта деталь запаха я их уже пересняла и уже выкроила шить я буду из такого вот искусственного шелка это очень легкий материал я в прошлом году шила себе из такого платья и в общем мне понравилось и вот теперь это будет юбка по сути он такой знаете блузочный либо легкий плательный но при этом он не просвечивает что важно у него красивый атласный блеск и он супер супер пластичный вот и супер тонкий значит из него я уже выкроила все три детали это собственно деталь которая будет деталью запаха здесь я внесла какие изменения по выкройке эта деталь должна была закончиться вот здесь то есть вот она я добавила еще ровно столько же сколько от середины на выкройке есть метка середины детали до края то есть вот сюда еще сантиметров 8 9 для того чтобы вот эту часть потом можно было подогнуть это как бы будет у нас такая цель накроенная планка которая обработает вот этот вот срез вот такая история так это у нас деталь запаха остальные детали они очень простые то есть это по сути такая юбочка слегка расклешенная добавила 10 сантиметров где-то вот здесь по низу чтобы юбочка была чуть больше расклешенной и такая чуть более воздушная получилась и деталька переднего полотнища сзади у нас будут мало вытачки спереди ничего не будет просто ровная гладкая деталь при пуске я давала полтора сантиметра думаю что буду сшить закрытым французским или он же бельевы бельевой швом но сейчас думаю что возможно я просто обметаю на оверлоке чтобы не усложнять не удлинять процесс пошива в общем можно будет сшить и на оверлоке можно будет и французским швом это все закрыть потому что тонкие такие блузочные материалы принципе хорошо этот шов переносит он нежненько смотрится красивенький в общем подумаем в процессе пока на первом этапе нужно сделать вытачки на спинке на задней детали юбки у нас с вами две вытачки и их нужно прошить кстати у меня тонкий шелк ну это искусственный шелк ну это тонкий материал и шить я буду его иглами типа микротекс это так тип игл называется они чуть более острые чем обычные иголочки и возьму какую-нибудь тоненькую иголочку размером 10 нут иглы размер 10 или он же по-моему 60 или 65 потому что у шмец и орган а бывает вот это разная размерная линейка ну вот где-то такой а размер иглы ниточки сюда бы тоже было неплохо подобрать какие-нибудь особо тонкие у гутерман у меня есть от гутерман такие нежные но нет подходящего оттенка поэтому скорее всего буду шить я простой сороковкой не подготовилась по этому пункту давайте начнем у марки прюм есть такие специальные иголочки вот такие вот маленькие как гвоздики они идут как раз для тонких тканей для шелка для блузочных они действительно как бы более острые более тонкие сами по себе и и ими не только безопаснее но и удобнее скалывать вот как раз такие легкие материалы просто от толстых иголок могут оставаться дыры я все-таки нашла подходящего цвета катушечку она немножко отличается она такая более бежевая а у меня ткань чуть более розовая но тем не менее решила шить ей потому что это тоненькие ниточки не тоньше обычной сороковки как раз для такой нежной ткани отлично подойдут прошиваю вытачку а лапка здесь у меня стоит какая-то особая для квилтинга но она по сути не играет здесь роли нужно просто обычная лапка мне хотелось попробовать это поэтому я ее поставила теперь я вытачку сначала просто отутюживаю а потом глубину вытачки приутюживаю в сторону центра поскольку эта ткань полиэстер она не очень хорошо приутюживается но в том плане что когда мы приутюживаем швы не очень хорошо запоминают эту приутюженную форму поэтому я охлаждаю с помощью деревяшки можно использовать любую деревяшку хоть деревянную линейку как бы остужаю прогретый пропаренный шов и он становится более плоским чем без вот такого приспособления вот маленькие вытачки у нас на задних полотнищах готовы и сейчас я сметаю боковые швы и примерю эту юбочку посмотрю как вообще мне в принципе мне ну я знаю что обычно 38 размер юбок чуть чуть широковат но вот я сейчас уточню чтобы знать насколько скорректировать боковые швы и будем двигаться дальше будем прошивать один боковой шов потому что второй у нас с вами останется открытым чтобы соединить боковой шов я его сначала сколю но поскольку это у нас юбка с расклешением вот этот наш боковой шов он здесь направление нити идет по косой поэтому он очень легко растягивается вот видите тянется ткань потому что не подолевой а покосой и вот чтобы у нас с вами при стачивании на машине это не было вот растяжение то есть чтобы нам машина не растянула здесь важно соблюсти несколько нюансов во первых нужно настроить машину на пошив тонкой ткани но это наверное нужно было сделать еще до того как мы с вами начали вытачку прошивать дело в том что машины бывают разные швейные смысле капризные и не капризные некоторые тонкие ткани шьют нормально на самых базовых настройках а с какими то нужно поколдовать например уменьшив давление лапки на ткань то есть есть такая функция как давление лапки на ткань она регулируется колесиком не у каждой машины это есть нужно смотреть по инструкции есть ли это конкретно в вашей машине вот этот момент может помочь как бы я читала что для тонких тканей рекомендуют если какие-то сложности да то есть уменьшить это давление чтобы лапка не так сильно давила на ткань чтобы как бы повоздушнее этот шел был ну и также стоит воспользоваться рекомендациями профессионалов по пошиву платьев и вообще изделий по косой я оставлю ссылку на видео ирина михайловна по окште она рассказывает как вот как раз прошивать такие тоненькие косые точнее шовчики на нежных тканях ну и сама буду стараться следовать ее рекомендациям я думаю что сейчас я в колю иголочки в линию моего будущего шва я так примерно прикинула на себя я поняла что мне слегка широковато то что сейчас вот как по выкройке это происходит все поэтому я наверное в районе талии уменьшу а книзу уменьшать не буду чтобы сохранить вот это мое раскрешение вроде как я уже ткань уже изделие деталь выкроила как бы с таким расширением ну пусть она и остается просто немножечко вот именно в районе талии я уменьшу и дальше к боковому шву сведона нет здесь очень удобно если есть поверхность на которой можно разложить изделие полностью вот у меня раньше такой поверхности не было сейчас я положила себе кусок этой фанеры и в общем то спасает потому что как раз вот этот мой косой срез не движется я видите он лежит плоско и позволяет как угодно его скалывать на самом деле эту юбку шить очень просто но вот такой момент вот этим косым расположением нити с боковыми швами наверное здесь самый такой сложный и сейчас я сметаю сметаю чтобы застабилизировать и чтобы при прошивании на машине уже все было хорошо не смещались слои потому что иголочки конечно это не то сметываю и прошиваю боковой шов на машине мне бы здесь очень помогла размеченная линия бокового шва например нанесенная мылом или мелом или на крайний случай каким-нибудь маркером чтобы боковой шов получился более ровным удалять сметку здесь тоже нужно очень аккуратно потому что у меня нежная ткань и если просто вот как по знаете по привычке так взять один хвостик подцепить тернуть чтобы полностью всю строчку выхватить это может быть опасно потому что ткань просто может не выдержать такого напряжения и как бы ниточка вылезать и в общем разные разные случаи неприятные могут произойти поэтому лучше вот в нескольких местах нарезать аккуратненько вынуть и все припуски здесь я думаю мы с вами сейчас будем заутюживать на деталь переда вообще на какую сторону заутюживать припуски это дело такое очень личное кто-то на спинку кто-то на полочку но вот я заутюживаю сейчас на переднюю деталь потому что мне кажется что тогда тень от шва падает на спинку и когда основу естественно с лицевой стороны смотришь на человека в этом изделии ну вот такая мелочь как шивы в общем они смотрят в сторону спинки то есть как бы от тебя и вроде как это красиво ну не настаивал никоим образом а мы сейчас просто отутюжим прошитый шовчик и обметаем его на оверлоке у нас остался боковой шов с другой стороны к нему мы подошьем третью деталь нашей юбки то есть не вот этот шов то есть по идее да как бы обычная юбка мы вот так собираем но нет сюда мы с вами будем подшивать эту деталь спинки которая у нас вытачками сюда мы будем подшивать вторую часть третью часть юбки и сейчас пока я еще не срезала припуски на оверлоке я хочу отметить линию где должен проходить боковой шов чтобы не получилось так что у меня с одной стороны шире расстояние от вытачки до бокового шва а с другой уже вот отметила я хочу пока не обрабатывать на оверлоке а сейчас все прошить а потом уже обработать потому что в сущности разницы колоссальный в этом нет самое наверное здесь такое что ткань туда-сюда ездит я думаю мы справимся и 2 так деталька вот как раз она таким вот образом я накладываю длина моей юбки 74 сантиметра это это еще без подгибки низа но с подгибкой будет где-то 73 72 вот и сейчас сколю пока просто так также сейчас важно не растягивать этот шов то есть не тянуть на себя не от себя вот как идет ткань ровненько так и и и делать и и прошивать вот видите повело немножко иголка вроде бы не слишком толстая но все равно попала куда-то в ниточку и пошла как бы затяжка чтобы таких затяжек не было или было меньше то нужно правильно подбирать толщину иглы чтобы игла была тоненькой у меня стоит игла шестидесятка вот видите вот смотрите что произошло вот это потому что игла вроде как бы даже толстовато для этой ткани такие вот зацепки бывают хотя вроде как искусственный шелк материал недорогой вроде полиэстеровый должен быть как-то кажется покрепче ну вот тоже требует нежного отношения к себе вот так и смотрите в итоге у нас с вами получается вот такая вот длинная история то есть юбка состоит из трех частей посередине спинка и по бокам передней части сейчас я хочу обработать на оверлоке но не только при пуске швов но и срезы то есть смотрите вот у нас с вами два боковых шва которые я прошила их нужно обработать на оверлоки также я сейчас на оверлоки обработаю срез просто краешек вот с одной стороны моей передней детальки и то же самое с другой стороны то есть просто все наши срезы нужно обметать потому что дальше мы с вами будем как бы подгибать вот эти вот наши истории внутрь от металла и от утюжила и сейчас вот этот вот срез который у нас идет будет нижним да то есть слева направо который будет запахиваться я хочу помимо того что вот он обмета на оверлоке я хочу подогнуть его буквально на 5 миллиметров на ширину оверлочной строчки и закрепить вот в таком положении подогнутым чтобы ну мне кажется что это правильно и не могу объяснить зачем мне не хочется бросать его просто таким там вот внутри он будет у нас под верхним слоем находиться но мне хочется чтобы он был застабилизирован так что давайте прошлом я установила лапку с направляющей справа она шла в комплекте моей машине для обработки края вот эта направляющая очень мне удобно и приколола немножечко здесь мы видите уже подогнула приколола иголочкой самые самом начале шва там дальше буду пальчиками надеюсь что буду пальчиками подгибать а здесь пока вот так буквально где-то до миллиметров 5-7 и сейчас нужно иголочку еще немножко смущу на на полтора миллиметра влево опустила иголочку в ткань теперь убираю булавку которая скрепляла и смотрите сейчас буду здесь вот это самое такое сложное местечко чтобы не заживало я постараюсь мелким стежочком там буквально вот на месте там длиной 1 миллиметр как будто вы знаете такая маленькая закрепочка вот она появилась теперь длину стежка увеличиваю до 2 и 6 или может быть даже 2 и 8 давайте 2 и 6 оставлю как как шила так и буду шить вот и сейчас вот так пальчиками подгибаю тяну вот за вот эти веревочки которые сзади ниточки точнее чтобы про то помочь транспортеру вот на самом старте пока здесь еще ткани не так много есть под лапкой в общем помогаю и все и так учу теперь у нас ткани поболее стала и транспортер будет полегче убираем . теперь я дальше видите я сама уже не скалывала то есть буду вот так вот пальчиками на пальцах подгибать и так настрачивать все и теперь в начале в конце строчки я завяжу узелочки и ниточки лишние уже потом срежу мы с вами обработали левые левую часть юбки то которая будет внутри вот этот вот шовчик он здесь его просто по сути я на строчила на расстоянии 5 миллиметров от края обработаны на оверлоке шов можно было сделать московский шов то есть дважды вот так вот обернуть но я подумала что это будет толстовато то есть здесь уже будет три слоя ткани да я подумал лучше пусть будет на один слой меньше не знаю теперь будем работать со стороной которая будет нашим непосредственно запахом вот она смотрит на нас и здесь у нас с вами история вот какая то есть смотрите на выкройке была отмечена линия центра детали это край выкройки и я еще в сторону откладывала что даже скажу сколько точно сантиметров 9 9 сантиметров для того чтобы сделать из этих девяти как бы цель накроенную планку и сейчас как раз эту цель накроенную планку пришло время отогнуть на ее законное положение то есть я вот так беру надо отметить эту точку линию по которой собственно мы и будем отгибать вот так и вот это место теперь я приколю можно сметать можно прошить на машине так это нити иголки только прошить аккуратненько по верхнему по самому верху чтобы потом этот шовчик у нас спрятался в поясе когда мы будем притачивать пояс вот она наша планочка уложилась по идее она у нас полностью будет на изнаночной стороне находиться и в таком положении останется в процессе жизни в процессе носки вот это вот место любит гулять и я честно скажу не знаю как с этим бороться то есть у меня она просто иногда так отгибается ну и и продолжает продолжает отгибаться поэтому отгибается отгибается я не знаю девчонки закреплять вот так строчка здесь я ее не хочу потому что юбка легкая а единственное что можно это может быть также как по аналогии с другой стороной тоже зато вот оверлочную строчку подогнуть наизнанку и тоже как бы прошить также вот как на 5 миллиметров подогнуть и проложить строчку ну просто чтобы этот оверлочную линию как-то спрятать теперь у меня обработаны на оверлоки и подогнутые прострочены на 5 миллиметров оба среза верхней части юбки и возвращаемся к нашей истории отгибаем и закалываем опять не даю и что нам с вами остается сейчас будем выкраивать и притачивать пояс что он как у нас будет устроен пояс я думаю что мы его просто пришьем а ко всей юбки да то есть он у нас будет еще длиннее чем сама юбка и будет просто наматываться вокруг талии и так я сделала что-то типа пояса а ширина у моей ткани полтора метра я выкроила две полосы шириной 7 сантиметров из которых где-то по полтора на припуски но и вот то что останется на пояс я думаю что в готовом виде он будет шириной ну вот как раз сантиметра три такой не сильно широкий ну потому что а здесь а тонкая ткань и мне кажется широкий пояс бы смотрелся не очень красиво плюс я его дублировать не планирую чтобы он остался такой мягкий и эластичный я его выкраивала по поперечной нити ну то есть чтобы он у меня вот так вот тянулся получается что сейчас у меня лента я его соединила лента шириной длиной 3 метра и шириной 7 сантиметров теперь я хочу определить сколько у меня уйдет на юбку то есть смотрите прежде чем будем пришивать к юбке нам надо этот наш пояс сделать завязками то есть прошить на концах его так чтобы он как бы стал завязками и оставить не подшитым центр в той области где мы будем пришивать его к юбке поскольку я шью не по выкройке юбки а по выкройке платья у меня нет какой-то готовой мерки и я сейчас буду сама эту мерку вычислять сложила юбку лицевой стороной к лицевой стороне вот здесь у меня центр спинки в левой руке в правой два свободных среза и также я складываю свой пояс но с поясом проще у него видите по середине сзади есть шов и вот как раз этим швом я прикладываю сейчас вот к этой точке центра на спинке и аккуратненько выкладываю пояс вдоль верхнего среза юбки ткань тянется и в принципе если что можно будет либо подрастянуть либо припосадить но вот я сейчас ничего не растягиваю не припосаживаю просто укладываю и смотрю в какой точке у меня получаются вот эти вот мои кончики ну вот где-то вот здесь они у меня выходит я отмечаю эту точку можно измерить с помощью сантиметра тоже действенный способ то есть измеряем длину нашего верхнего среза вот таким образом сейчас мы проверим правильно ли я уложила тоже не растягиваем этот верхний срез потому что он у нас тут поскольку в ткани есть телостан немножко он тянется так вот просто его измеряем но он где-то у меня 103 чем-то 102-103 сантиметра вот здесь наша планочка подогнута внутрь все правильно так она и должна тут быть и вот 103 сантиметра 103 разделить на пополам получается пятьдесят один с половиной и сейчас от этого нашего центрального шва на поясе я откладываю пятьдесят один с половиной сантиметр и как раз это будет длина нашего среза талиевого и получается по центру ленты между этими отметками мы наш пояс будем пришивать к юбке эту часть мы вот эту центральную оставляем без изменений а а вот на концах нам нужно прошить будущие ленточки что это значит вот так отгибаю лицевой стороной к лицевой стороне складываю и скалываю иголочками и сколоть таким образом нужно до отмеченной нами точки то есть здесь мы прошьем завязки а там подошел уже к юбке но сначала давайте прошьем завязки и строчку буду начинать вот отсюда а эта часть левая остается не прошитой я прошила ленточки пояса и тут увлеклась так процессом что уже все и приутюжила а когда их прошьешь и вывернешь они такие все пузатые непонятно как вот найти вот этот вот шовчик который собственно и нужно приутюжить ну и вот я так вот иголочка знаете вот так его выковыривала оттуда и вкалывала иголочку соответственно закрепляя его и утюжила уже по этим иголочкам так вот слегка шовчик этот наш подрастягивая и после того как первый раз я проутюжила по иголочкам я сейчас их все выну и приутюжили еще раз чтобы убрать следы от иголок кстати моя любимая знаете фишка я люблю приутюжить по иголкам и во второй раз нет утюжить у меня потом на готовом изделии остаются вот такие вот вмятины можно конечно выметать но это дольше и у нас с вами осталось вот это вот центральная часть пояса открытой свободной сейчас мы ее будем подшивать к нашей юбке еще такой момент что когда мы прошиваем вот эту вот нашу бретельку не бретельку точнее пояс нужно надсечь припуски шва в самом начале и в конце строчки вот так чтобы когда мы вот это все дело вывернем на лицевую сторону вот эти припуски мы с вами могли вынуть свободненько вот так вот расправить и пользуясь ими пришить наш пояс к юбке итак давайте начнем в принципе я начну сейчас наверное вот как раз верхней детали собственно которая запах тут у нас отогнута на изнаночную сторону планочка вот я ее не пришивала иголочками просто приколола прикалываю пояс как раз вот сейчас самое такое местечко нужно вот от этого уголочка этим уголочком точнее попасть в самое начало юбки ну вот попробуем конечно я думаю здесь лучше будет все сметать чтобы хорошенечко закрепить вот так ну и теперь просто прикалываю пояс к юбке не растягиваю ни то ни другое просто прикалываю чтобы потом можно было приметать я немножко просчиталась с припусками а я сделала припуск на шов пояса как будто бы полтора сантиметра в итоге у меня даже сантиметр ели получился я не пробовала я правильно посчитала то есть надо было 10 сантиметров шириной пояс выкраивать ну или хотя бы 9 я выкроила 7 ну ладно придется вот видите я уменьшила ширину припуска до одного сантиметра так я добралась уже сейчас до второго до конца и здесь опять же тоже надо подшить приколоть точнее наш пояс прям к самому уголочку вот у меня тут остается видите получается как бы пояс немножечко провисает вот я эту провисающую часть сейчас распределю по всей длине талиевого среза так просто аккуратненько легонечко знаете как припосадить что ли потому что тут все растягивается все подвижно эластично и проблем с этим не будет я надеюсь приколола пояс и теперь притачиваю его на машине итак мы я пришила пояс сейчас нужно при пуске прошитого только что шва приутюжить на пояс то есть приутюжить наверх и закончить обработку тем что мы вот так обогнем пояс и настрочим и ничего не видно из того что я говорю давайте приутюжим отутюжила шовчик и сейчас давайте закроем наш пояс никаких припусков я здесь не срезаю видите что у меня шовчик шириной здесь всего один сантиметр пусть он там и остается подгибаю оставшийся свободным край пояса и накладываю его сюда конечно не очень сейчас будем сейчас расположимся получше вот так конечно все сейчас будет скользить убегать с этой тканью да такая история происходит поэтому этот шов точно сначала нужно сколоть а потом сметать иначе все развалится я наверное или ускорю этот процесс или вырежу потому что пока я пристреливаюсь занимает очень много времени тут же еще надо знаете так чтобы все примерно одинаково было прошила шов на машине прихватила вот этот свободный край и теперь давайте отутюжим и что нам с вами осталось осталось только подшить низ нашей юбки и это я буду делать с помощью московского шва то есть подгибаем на 0 5 прострачиваем срезаем свободный припуск еще раз подгибаем и настрачиваем прежде чем это сделать я а сейчас по низу хорошенько приутюжу припуски чтобы они держались хотя бы немножко на этой ткани конечно это сложно сделать и начнем ниточки вытянула там сзади иголки иголочку опустила эту иголочку вынула а потом похоже чем-то на шов который мы прошивали вот здесь только тут он у нас будет двойной в принципе здесь низ можно было оверложить а потом вот так же подогнуть и один раз настрочить ну я по низу хочу сделать московский шов так как они мне в принципе нравятся так теперь длина стежка 1 миллиметр маленьким буквально чтобы сделать закрепочку такую теперь снова возвращаю длину стежка 2 2,8 миллиметра и уже начинаю шить я закончила строчку и теперь вот этот вот наш припуск который здесь есть нужно немножечко подрезать но прежде чем подрезать я сейчас завяжу узелочки в конце строчки а потом буду подрезать у меня в руках ножницы от марки модейра это ножницы для машинной вышивки и как раз для аппликации в машинной вышивке там где вот как раз нужно срезать близко к строчке лишние краешки но в данном случае с московским швом они мне не очень удобные я их так знаете взяла попробовать все-таки маленькими цапельками мне срезать припуск здесь было бы значительно проще спустя энное количество времени я срезала все лишнее вот здесь вот с припуска конечно не везде получилось идеально и ровно но как получилось и теперь я второй раз подгибаю вот и снова вкалываю иголочку история повторяется только теперь строчку вторую нужно прокладывать так чтобы она ложилась левее чем первое вот это будет самое сложное то есть нужно практически в край прошивать потому что если прошить правее от предыдущей строчки то есть риск что будет все это дело у нас разваливаться так что прошиваю левее позиционирую иглу на 1 миллиметр левее чем она была до этого и начинаю аттракцион я не знаю насколько хорошо получится показать но вот видите иголка воткнута стоит левее чем строчка вот там и должна проходить вторая строчка то есть предыдущая должна остаться справа от иглы ну и вот что получается вот такой вот московский шовчик получается две строчки на изнаночной стороне и одна на лицевой сейчас его нужно отутюжить и в принципе девчонки наша юбка готова на этом все большое спасибо за внимание я была рада снимать для вас это видео пока 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 пока